Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем книгу Второзакония, заканчиваем ее не последней главой, как это могло бы показаться, а заканчиваем ее 18 главой, почти центр книги Второзакония. В этой 18 главе содержится нечто необыкновенное и чрезвычайно важное, но совершенно иное по отношению к тому, что мы говорили до нашей последней беседы. В 18 главе книги Второзакония содержится пророчество. Пророчество о Мессии, пророчество о Христе, пророчество особенное, совершенно особенное, во всех смыслах, в историческом и в духовном смысле особенное пророчество. И поэтому я не могу, скажем, говоря о книге Второзакония, пропустить это удивительное пророчество. Итак, 18 глава, 15-19 стихи. Вот такое пророчество. С исторической точки зрения, это самое важное пророчество Мессии. В смысле, самое важное именно с исторической точки зрения, потому что евреи времена Иисуса Христа знали это пророчество. И более всего опирались именно на это пророчество. И не случайно апостол Петр, после Сашестия Святого Духа, одну из своих проповедь начинает именно с упоминанием этого пророчества. И не случайно именно эти ключевые слова звучат дважды, особенно в тот день, когда Христос крестится. Когда голос с неба, утверждая его особенный статус, говорит сей ей сын мой возлюбленный, его слушайте. Вот это еврейское выражение, его слушайте, оно было как бы маркером, по которому, услышав его, можно было сразу догадаться и должны были догадаться, да и догадались некоторые из учеников Христовых, что речь идет о Мессии. И это в историческом плане, потому что это пророчество было известно, его все помнили, все знали. И особенно вот ведали о нем как раз, когда приблизилось время Рождества Иисуса Христа и когда израильский народ переживал особенно тяжелое время в связи с властью Ирода и оккупацией Римом, Палестин. Вот все надеялись, что наконец-то придет, он и всех вот опять накажет и выведет народ к свету. Но в этом пророчестве, кроме вот этого ожидания и этих узнаваемых слов, есть указание на то, какую роль должен сыграть Иисус, Мессия, в жизни поверившего ему народа. Он ведь так и говорит, что я воздвигну пророка из братьев, подобных тебе. Я воздвигну пророка из среди братьев, такого, как ты, говорит он, ссылаясь на Моисея. Пророков было очень много. В какой-то степени гораздо более, ну вообще неизмеримо в пророческом отношении больше, чем Моисей. Но ведь ни один из пророков не сделал того, что сделал Моисей. Это дела, которые он сделал с одной стороны. А во-вторых, это так, что Моисей, каждое слово Моисея, было как бы словом, исходящим из уст Божьих. В таком смысле, единственным пророком, действительно, после Моисея является Иисус. Або любое его слово, которое он говорил, всегда, безусловно, было словом Бога. Но кроме того, вот это дело, которое сделал Моисей, он не просто свидетельствовал и говорил. Он сделал, он спас народ. Все пророки говорили, говорили много и правильно, но они ничего не сделали. А это будет пророк, который и будет говорить, и каждое слово, которое будет словом Божьим, и сделает нечто подобное тому, что сделал Моисей. Моисей, как Моисей, спас израильский народ от рабства, от истребления и вывел его в свободу, так и этот пророк, восставший после Моисея, освободит народ от рабства, от смерти и ведет его в свободу нетления, в свободу вечной жизни. То есть, не так истолковывает это пророчество, в частности, послание к евреям. Но здесь есть еще одно, на что обычно не обращается внимание, в сущности, то, что я сказал, это в любом катехизисе можно прочитать, да и в Священное Писание Нового Завета об этом говорит. Но здесь есть еще один момент, на который иудеи времен Иисуса Христа не обратили внимания. Еще раз, начиная с 15 стиха. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве, в день собрания, говоря, да не услышу впредь голоса Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть, и сказал мне Господь хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев». Логическая неувязка. «Я воздвигну пророк». Ну, хорошо, да, замечательно. Но так как вы, народ, просил, чтобы никогда не видеть этого страшного огня и пламени, то я воздвигну пророка из братьев. Ну, вообще-то и Моисей пророк из братьев, и любой пророк из братьев. А откуда еще, собственно, может взяться пророк, как не из братьев? Откуда еще может прийти пророк, как не из братьев израильского народа? Я слышу, что это какой-то израильтянин. То есть, я воздвигну израильтянина в пророке, подобного тебе. Но так как вы просили, то я воздвигну вам пророка из братьев моих. Какая связь между тем, о чем просил народ на Синае, и тем, что пророк воздвигнется из братьев? Он и должен быть воздвигнут из братьев. Это логически естественно. А вот эта вставка о том, что вы просили на Хариве, она как-то совершенно не к месту. Она разрывает логическую цепочку. Все хорошо. Я воздвигну вам пророка из братьев. Придет еврей, который сможет сделать то же самое, что Моисей, может даже чуть больше. И единственный, кто будет говорить так же, как Моисей. Все нормально, все логично. Зачем эти два стиха здесь стоят? О том, что вы о чем-то там просили. Какое это имеет значение к тому, что я воздвигну вам пророк. А дело в том, что народ просил, да, страшно стоять перед лицом вот такого бога, гремящего, огнедышащего, который приводит в ужас и страх. Да, хорошо. Тогда будете стоять перед лицом бога, который не страшный, который не сильный. Перед которым можно стоять и смотреть ему в лицо. Вот перед таким богом вы будете стоять. Значит, пророк, которого я вам воздвигну, как-то связан с лицом бога, перед которым можно стоять. Вот так косвенно, непрямо, книга второзакония, пророк Моисей указывает на то, что пророк, которого воздвигнет бог, будет богом. Перед лицом которого можно стоять. Перед лицом которого не страшно. Которому можно приблизиться, даже если ты кровоточивая. Которого можно попросить, даже если ты хананиянка, то есть сущность и язычница. Которого можно припасть, когда из твоих ран течет кровь. Которого можно пожалеть, обмыть, похоронить. Чьим ранам можно прикоснуться, когда он воскреснет. Еще в эпоху книги второзакония Дух Святой свидетельствовал не только о том, что Мессия будет великим пророком и сделает великие дела. Еще с эпохи книги второзакония было открыто Духом Святым Человеку, что этот грядущий Мессия будет богом. И тот завет, который он имеет право заключить, ибо он бог, он и заключит перед своим лицом, перед которым будет не страшно стоять не только Иоанну или Петру, но даже Иуде не стыдно и не страшно будет целовать этого бога. Вот этот лик этого пророка, за лицом, за ликом которого скрывается огонь и дым горы Синай. Вот это пророчество, оно, как бы сказать, неэффектное, оно неочевидное, просто некая вставка в нормальный текст, но оно раскрывает то, что вот даже в древнейшую эпоху, среди древнейшего пласта закона, среди тех простых заповедей, собственно, общечеловеческих, говорится о том, что явится некогда Мессия, который для исполняющих закон будет наградой, будет обетованием, будет осуществлением всех их желаний, а для неисполняющих закон будет утешением и спасением, надеждой на их воскресенье, если только они примут и послушают слова этого пророка. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok